Сейчас еду на самой необычной машине, на которой вообще доводилось покататься за последнее время Ребят, я уже начинаю косить Привет, это рубрика Сток, у нас с вами снимаем ее, что называется, в качестве приложения к чудо-технике И это новая Mazda CX-5, на которой мы поехали в Волгоград И видос оттуда, на момент появления вот этой рубрики Сток, наверное, уже будет на моем канале И, наверное, вы его даже увидите Что касается Mazda, но тоже грех о ней что-нибудь не сказать Это новое поколение японского кроссовера, который делает компанией Mazda четверть от общего объема продаж Между прочим, это очень важная для Mazda модель В нашем случае машина после двух дней дороги достаточно уже грязная Но, согласитесь, чертовски красивая Вот японцы последние годы откровенно жгут, что касается дизайна Потому что вот на общем фоне их машинки хороши Что касается движка, то всего три мотора для CX-5 прилагают Те же самые, что и раньше, то есть двухлитровый бензин Skyactiv С неимоверной степенью сжати 14 к 1 Дизель 2.2, который к нам не везут И, наверное, правильно делают, потому что прошлое поколение с дизельным мотором Стоило каких-то лютых денег у нас И, в общем, было непонятно ради чего Ради экономии на топливе Ее особенно не отобьешь, учитывая цену машины Но у нас топовая версия У нас двигатель 2,5 литра 194 лошадиные силы Тоже технологии Skyactiv здесь применяются Которые вроде как за счет более эффективного сжигания топлива Должны сделать машину экономичной Забегая вперед, скажу, что для этого объема И для той динамики, которую он обеспечивает Экономичность, ну, честно говоря, не бог весь какая сокрушительная Я просто на своем примере Туда мы ехали сначала по трассе М4 В Волгоград У нас поездка в Волгоград, на всякий случай уточню Потом свернули на другую дорогу Попроще, поплоше А назад опять же ехали чуть иным маршрутом И сначала по двухполосной трассе Потом опять же по М4 К чему я это рассказываю? Пока ты едешь по М4 И, в принципе, ведешь себя прилично Ориентируясь на знаки ограничений скорости, скажем так У меня получалось, ну, не меньше 9 литров То есть, вероятно, в определенных случаях Можно ехать более экономично Но вот у меня на счетчике горело примерно 9, там, ну, 9 Когда ты попадаешь на, вот, знаете, такие проселочные наши Не проселочные, но небольшие дороги Полоса в одну сторону, полоса в другую Там хардкор Потому что там тихоходные КамАЗы, которые едут 60 Иногда их не один, а несколько Навстречу едут КамАЗы 60 Кто-то кого-то обгоняет непрерывно И ты не движешься по загородной трассе А либо сидишь с педалью в полу, вот так вот Либо за кем-то тащишься Вот эти ускорения замедления Ускорение замедления 10,5 литров Не сказать, чтобы это много Но вот и экономичный, вот машину, ну, не назовешь Просто нормальный расход Ну, в общем, в моем случае 9-10 литров Возможно, я не умею ездить экономично Возможно Что касается вообще самого автомобиля В данном случае японцы не стали изобретать велосипед Точнее сказать, среднеразмерный кроссовер И воспользовались теми наработками, что были В общем-то, насколько я понимаю, база, основа у автомобиля прежняя Многих это, бывает, как-то не радует Мол, назвали новым поколением На самом деле оно не совсем новое С другой стороны, сколько раз нужно придумывать панель пола Переднюю подвеску Макферсон и заднюю многорычажку Если они уже есть В общем, на самом деле, в данном случае автомобиль изменился Но изменился он как раз в тех отношениях Которые не так уж связаны именно с платформой О них попозже, о них на ходу Здесь, что касается практической стороны Давайте в багажник заглянем Я, кстати, начну с того, что вот здесь у нас инвертор живет Здесь есть розетка И благодаря ему первый видос, ради которого мы поехали в Волгоград Вы увидите быстро Потому что к нему подключен ноут, на котором как раз происходит монтаж 442 литра объем багажника Я бы не сказал, что и чемпионский, знаете, такой колоссальный объем Но этого достаточно в реальности Пол, ну, достаточно высокий Но, опять же, не сказать, что бы вот сверх меры Здесь у нас докаточка, но она такая здоровая То есть, я думаю, туда можно и полноценную запаску разместить, поместиться Как вот принято у систем БАЗЕ Здесь сабвуфер у нее в середине живет И, кстати, о системах БАЗЕ Или БОУС И сейчас по-английски БОУС Если, как все говорят, то БАЗЕ Я не знаю Но Смотрите, какой расклад У нас машина оборудована пакетом 5 Вот ее Мазда как-то, знаете, без поэтичных названий Пакет 5 Вот пакет 5 Это набор очень такой полезной, на самом деле, электроники Тут тебе электропривод двери Подогрев руля, подогрев зоны покоя и стеклоочистителей Там есть кое-какие электронные помощники И музыкальная система Но учитывая, что у нас машина не просто полный фарш А, пожалуй, фарш полнейший Вот этот автомобиль, который сейчас перед вами Стоит больше 2 миллионов 100 тысяч Ну, можно, конечно, сказать, что это дорого Но, с другой стороны, тут есть вообще все Разумеется, из версии попроще Но у нас самый-самый-самый топ-топище И, в общем, сейчас за руль И кое-какие общие ощущения от езды У нас с вами топовая версия С самым мощным движком Я напомню, 194 лошади 257 ньютон-метров Если я правильно помню Дает ли он ощущение того, что ты прямо вот рвешь с места Честно говоря, не дает Я понимаю, что отчасти это связано с фоном наката Скажем так Тем не менее Это не означает, что в большом моторе нет особенного смысла Вопрос в том, как вы собираетесь его использовать До соточки машина ускоряется за 9 секунд По данным производителя И это, конечно, мало напоминает старт Дрэкстера категории топ-фьюэл Но понимаете ли, в чем дело Большой мотор хорош тем, что ускоряется и после соточки И делает это неплохо Если вы движетесь, например, 120 и вам надо кого-то лихо обогнать Вы нажимаете педаль и бах, на тебе 140 Это хорошо С другой стороны, есть свои нюансы Потому что Мазда Вот если вы посмотрите на этот интерьер Если вспомните интерьер предыдущей версии CX-5 То Вряд ли станете со мной спорить Мазда целит в европейцев Она делает как бы японскую версию Продукции Audi, например Вот можно как-то так понимать Современные Маздочки И с этой точки зрения недоработки присутствуют Потому что я не буду сейчас демонстрировать вот этого дорожного хулиганства Но Можно разогнаться до 150 И как бы норм, ты едешь прямо, все хорошо Отдыхаешь Мазда Стоповый мотор На 160 У тебя появляется первое ощущение того Что Ты как-то немножко быстро движешься Потому что тебя ловишь на том Что ты постоянно Подправляешь траекторию То есть вроде дорога прямая Но чуть правее, чуть левее Как-то вот так Если 167 и 170 Ты уже начинаешь управлять автомобилем И тут ты понимаешь Что максималка 195 км в час Она не то чтобы технически недостижима Но достигать ее не очень-то хочется Вот в этом проблема Ключевое отличие нынешнего CX-5 от CX-5 предыдущей генерации Оно как раз внутри Но увидеть это сложно Дело в том, что Создавая этот автомобиль Японцы ввалили огромное количество усилий и стараний В совершенствовании комфорта То есть вот виброизоляция, шумоизоляция Огромное количество сил потратили Зря или не зря Вот отличный вопрос Мы едем в Волгоград Дорога Адищинская В настоящую секунду Причем она выглядит нормально Но ты едешь, а внутри машины почему-то грохот И вам сейчас кажется, что я буду заливать А нет Будь я сейчас в Москве На, не знаю, Ленинском проспекте Было бы совершенно очевидно Что на хорошей дороге в машине очень тихо И нет никаких посторонних шумов Нет никаких штук Понимаете Грузики какие-то в подвеску поставили По-моему на амортизаторы и на рычаги Чтобы снизить вибрации С этой же целью полые стабилизаторы использовали С этой же целью все панели навесные на кузове Ну или многие из них проверяли Как раз на предмет того Будет там свистеть ветер или не будет С этой же целью килограмм сорок Дополнительные шумки сюда положили С этой же целью сделали очень много что еще Двойные стекла, кстати говоря, здесь На обычном кроссовере И сейчас это звучит парадоксально Но здесь действительно хорошо, уютно и комфортно Подвеску, кстати говоря, очень неплохо настроили Хотя есть момент компромисса Потому что любая современная машина От нее требуется и хорошая управляемость И такая, знаете, некоторая что ли спортивность Поэтому, разумеется, ты проезжаешь неровности И ты их как-то чувствуешь Но на дороге более-менее пристойного качества Скажем так, приемлемого машина Позволяет ехать расслабленно и не париться Это хорошо С другой стороны, какие-то вот резкие, такие жесткие стыки Она тоже не любит Ты слышишь такой, знаете, гулкий удар в подвеске И самое главное, его ощущаешь То есть терзать машину как бы не хочется Режачие полицейские лучше проезжать с той скоростью Которая нарисована на дорожном знаке Который перед этим полицейским должен стоять Пригласили прокатиться на самом настоящем комбайне Представьте себе, никогда в жизни не ездил Сейчас посмотрим Вы гляньте на эту стеклянную дверку, парни Я не знаю, как вы себе представляли комбайн Я как городской никак не представлял Сейчас побуду показывать Это удивительно предвзято относился к сельхозтехнике По факту здесь отличный обзор везде, куда надо смотреть Здесь прохладно, здесь тихо, здесь комфортные сидушки Здесь вообще отлично работать Поэтому всем в колхозе, я могу сказать Причем штука маневренная на удивление То есть при своих, конечно, с учетом огромных габаритов Задние колеса поворачивают Она не то, чтобы на месте Но вот по меркам этой штуки на пятачке разворачивается И дальше идет по полю Ну что ж, покатались, как говорится и будет На самом деле, вот когда живешь в городе Как-то привыкаешь к мысли, что еда в магазине прямо вот рождается Ничего подобного Вот отсюда она происходит, эти люди И ее производят На самом деле, нам, горожанам, все это экзотикой Когда вот людей о чем-то таком расспрашиваешь Они-то как-то неохотно всегда все говорят Потому что для них-то банальность Они к этому привычные А для нас, ах ты, боже ты мой Интересно Вообще у Мазды есть одна очень крутая штука Мультимедиа Потому что вот когда-то очень много лет назад Я помню, на BMW появилась система X-Drive Если помните В первое время она оказалась каким-то космическим космосом Потому что с одной стороны Она дохрена чего умела по меркам тогдашних автомобилей С другой Можно было свернуть башку В попытках с нею разобраться И владельцам было крайне тяжело Ко всем этим шайбам привыкнуть Потом сделали остальные то же самое И зачастую немецкие мультимедийные системы Из того самого премиального сегмента В них огромное количество возможностей Но при этом в Мерседесе Каждый раз, когда я в него сажусь Я пытаюсь найти свою любимую радиостанцию И ломаю голову, где тут, черт возьми, ввести нужные цифры Мазда Взяла ту же самую принципиальную схему Такая крутилочка, которая работает и джойстиком попутно Здесь экран без тачскрина Здесь крайне лаконичный набор кнопок Кстати, регулировка громкости поворотным переключателем здесь На Ауди раньше так было Может быть, кстати, и сейчас тоже Это вот аудиовская фишечка И вот с этим набором она поступила интересно С одной стороны, функционал у системы достаточно аскетичный Здесь есть все необходимое и не более того С другой, они фантастически четко выверили все усилия На джойстике, на кнопках Меню построили именно таким образом Чтобы ты постоянно мог найти то, что ты хочешь найти Я не понимаю, почему многим другим производителям Эта же задача оказывается не под силу Но каждый раз, когда я оказываюсь в Мазде Для меня это мультимедийный рай При том, что ничего выдающего Сейчас мобильники бывают больше, чем этот экран Но ты постоянно любую задачу, которая перед тобой стоит Решаешь на раз, два, три То есть, вот я так сейчас расхвалил Что вот прям вот захочется вам, знаете Как в старые добрые времена Магнитолу из Мазды вытащить А вот не торопитесь Я взял с собой три флешки Две с музыкой и одну с аудиокнигой Так вот, парни Она распознала только одну И поэтому единственный способ Разречь себя между... Ребят, я уже начинаю косеть от разговорного английского Честно вам скажу Но музыки, как выяснилось, у нас с собой нет А слушать дорожное радио Это выше моих сил Так что, в общем, нюансы есть всегда Что касается каких-то еще особенностей машины Отмечу еще один интересный момент Вот вы знаете, появляется какая-то технология И сначала ты говоришь Вау! А потом вот начинаешь скучать Потому что было прежде Здесь очень классная приборная панель Здесь обычные стрелки Обычные цифры И все сделано в двух цветах В белом и в черном Я смотрю на эту приборку И понимаю, что лично по мне Она удобнее, чем вклиняный Между двумя маленькими шкалами Здоровейный дисплей На который выводится Я не знаю, вся таблица Менделеева Здесь есть экран На который можно вывести какую-то информацию От маршрутного компьютера От чего-то еще Но это все очень лаконично Очень легко читаемо Ты привыкаешь И здесь просто понятно И только то, что нужно Вот вся Мазда, она на самом деле в этом Но по большому счету Такой, знаете, набросок ощущений Я сформулировал И добавить мне всю секунду больше нечего На мой взгляд, это в большей степени городской автомобиль Потому что вот все главные достоинства Новый CX-5 На небольшой скорости видны И на хороших дорогах То есть, когда ты валишь по Какому-то шоссе российскому То это, в принципе, кроссовер как кроссовер С достаточно стандартной по меркам класса Динамикой С, ну, хорошим оснащением Но вот ничего такого специфического нет Когда ты используешь его в городе То действительно ощущение такое Что ты на машине такого премиального уровня Но для этого одной машины мало Для этого и покрытие нужно И, что называется, обстановка Видос на сей раз вышел кратким Но, как говорится, чем богатой тема рады Так что лайки, дизлайки, комменты Все как водится Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!